Добрый день, дорогие друзья. Хочу обратиться к тем людям, которые думают, что можно скрыться за рубежом, от того, чтобы воевать, чтобы остаться живым и все такое. Хочу сказать следующее на своем примере. В среду я должен был ехать в Армению. Я об этом говорил заранее, за неделю. Там очень много моих знакомых знали, что я в среду должен был ехать. Но когда я услышал о том, что проводится мобилизация, знаете, прежде всего я подумал следующее. Вот сейчас я поеду, скажут, Дарит убежал, короче, из страны в такой период. А я тот человек, который три раза давал заявку на то, чтобы быть добровольцем. Что хочу сказать. Куда бы вы ни ехали, какую бы страну ни ехали бы, везде будет очень жарко. Заходите уехать в Турцию. Так Турция Туран сейчас начинает против России. Будет полна масштабная война всех мусульманских стран бывшего Советского Союза против России. За и те 10 регионов России, которые они считают своими. И за Крым. Япония с той стороны бить будет за Куртийские острова. У Китая тоже, поймите, найдутся территориальные претензии. Европа вся ополчится на Россию. Со всех сторон. Куда вы бы ни ехали, везде будет очень-очень жарко. В том числе в Армению тоже. В Армении вообще мясорубка будет настоящая. Этому можно все остановить. Я знаю, как можно это все остановить. Достаточно не допустить войны в Армении. Началом эскалации всего процесса будет именно Армения. Азербайджан нападет на Армению. Потом Россия начнет защищать Армению. В такой период у Турции возникнет уважительная причина для того, чтобы напасть и на Армению, и на Россию, участвующую в этом конфликте. И это приведет к тому, что начнет действовать статья 5 Устава НАТО, согласно которому все страны НАТО будут иметь право участвовать в войне против России. Вы понимаете, какая мясорубка будет повсеместная? Поэтому я говорю, ребята, оставайтесь дома. Готовьтесь защищать свой дом. Свою родину. Никуда не надо выезжать. Нигде не будет безопасно. Наоборот. Защищайтесь свой дом.